Доброе утро, дорогие друзья! Еще раз мы вернулись, и в начале нашей программы мы уже анонсировали, что у нас сегодня будет огромное количество интересных гостей, и вот сейчас я уже готова представить первых. Итак, у нас в гостях Игорь Кретов и Григорий Сундук. Это ультрамарафонцы, которые приняли участие в «Бежим Одессу 500 километров». Итак, вы за 9 суток пробежали 500 километров, преодолели путь из Киева в Одессу прямиком в нашу студию. Я вас, во-первых, поздравляю. Спасибо большое. Ну что, рассказывайте, как впечатление? Если быть точно, мы преодолели расстояние из Киева в Одессу за 8 дней. Но, да, правда, но так как у нас есть собственный челлендж пробежать именно 500 километров, то вот последние 50 километров мы добегали уже здесь, в Одессе, поэтому вот это такой ориентир для тех, кто захочет повторить. Еще пару кругов намотали, да? Как ноги, не болят у вас ноги? Они уже отдыхают, ведь мы сидим на удобных диванах. Зато загар какой, посмотри. Совершенно верно. А чему был приурочен этот челлендж? Это спортивно-благотворительное мероприятие, которое в этом году мы приурочили помощи девочке с синдромом Дауна, Карине Шупер, ее мама Одесситка, кстати, и они вот скоро приезжают в Одессу на реабилитацию. Будут здесь жить, там, полтора месяца. И мы решили помочь им собрать деньги на эту реабилитацию. Кинули клич, разместили проект на украинской бирже благотворительности, продавали футболки нашего забега. В общем, всячески старались им помочь, собрали сумму, там, порядка 20 тысяч гривен, что для кого-то может казаться небольшой суммой, но по факту для них это очень весомая вещь. На что вы собирали денежку? Мы собирали деньги на физическую, на курсы физической реабилитации для девочки, которая, ну, практически не может сейчас ходить, она, она из-за проблем со здоровьем даже самостоятельно умеет вправлять в себе тазобедренный сустав. Ее там 9 лет. А вы все деньги собрали? То есть необходимую сумму удалось собрать? Или нужно еще все-таки там какую-то часть дособрать, скажем так? В рамках нашего именно пробега мы собрали вот заявленную сумму на украинской бирже благотворительности, там, эти 20 тысяч гривен, вот, но, безусловно, им нужно больше. Но мы не можем, наверное, решить этот вопрос в течение 10 дней, к сожалению. Но первая задача, да, собрать 20 тысяч, она уже реализована. Ну, минимум мы выполнили, да. Ну, может быть, мы обратимся к нашим телезрителям, да, возможно, кто-то захочет помочь, поддержать девочку, да, что для этого нужно сделать? Для этого нужно зайти на Facebook, найти проект «Бежим в Одессу 500 КМЭ», очень простой хэштег, зайти на страницу нашего проекта, и там есть ссылки на украинскую биржу благотворительности УББ, либо ссылки на то, где можно приобрести футболки забега, и средства от продаж которых идут с помощью Карине. Все очень просто. Вы часто, кстати, так помогаете людям? Ну, это первый раз у нас. В принципе, это второй пробег. Мы в прошлом году точно так же бежали из Киева в Одессу, но это был просто фановый такой пробег. Мы решили вот добежать к морю, просто взять и добежать из Киева к морю. Просто, представьтесь честно, не хватило денег на автобус. Мы решили сэкономить. А как обратно? Вы будете добираться тоже, бежать или нет? Вот в этом году это пока еще вопрос не решен. Если в том году нас забрали на машине, то в этом году деньги не выставили. Еще вопрос открыт, да? На самом деле в субботу будет проходить ультрамарафон Куяльник, 42 километра вокруг Куяльника. Мы решили прийти поддержать бегунов, засунуть ноги в Куяльник и махать им оттуда, скажем так, реабилитируясь тем самым. А после забега мы очень надеемся, что кто-нибудь нас довезет до Киева. Когда у нас нет билетов, мы как бы открыты к предложениям. Ну, можно в уикен все равно провести на море в Одессе. Это тоже отличный вариант. Расскажите, как вообще прошел этот маршрут? Какая была организация? Были какие-то сложности или курьезы? Наша жизнь сплошной курьез. И не сказать, что сложность. Во-первых, в прошлом году мы бежали этот весь маршрут только вдвоем. Вообще вдвоем рюкзаки все были на нас. Вещи были на нас, у нас не было сопровождения. Все, что мы взяли с собой, что мы смогли поместить в пятилитровый рюкзак. Ну, пятилитровый, понимаете, да. Вот с этим мы и бежали. Никто нас не сопровождал, никто за нами не наблюдал. То есть вот добежали до гостиницы, значит ночуете в гостинице. Не добежали, это ваши проблемы. В лучшем случае ночуете на заправке. Да, да. Где вы ночевали? Вот самые такие необычные, нестандартные места. В этом году у нас было все спланировано как-то... На конюшне мы ночевали в этом году. Ночевали в этом году. На самом деле это конно-спортивный комплекс в Жашкове. Очень фантастически интересный. Мы ночевали в спортивном зале на матах в Борцовском зале в... В Белой Церкви. В Белой Церкви в детской и юношеской школе Олимп. На самом деле очень классно. Действительно потрясающе. Дальше мы останавливались в мотелях. Несколько раз возвращались в один и тот же мотель. Так было удобнее и дешевле и проще. Но на самом деле этот проект идет в рамках такого широкого нашего видения с Григорием. Проект, который называется «Пробежим всю Украину». Мы бегаем, мы показываем людям, где можно бегать, какие беговые маршруты, где останавливаться, где ночевать, какие достопримечательности смотреть. И по итогу нашего пробега мы делаем сейчас фильм с нами. В том числе нас сопровождала телевизионная команда ребят-добровольцев, которые, я надеюсь, смонтируют очень классное такое беговое кино. И мы выставим его на Одесский кинофестиваль. Очень надеемся, что жюри его возьмет как минимум к просмотру. Уже вот на ближайший кинофестиваль? Да, совершенно верно. Мы бы очень хотели. Сейчас контент уже поехал в Киев. Мы немножко попаздываем. Да, и наши режиссеры написали нам смешной смс. Они ехали с нами, по сути дела, сопровождали нас 9 дней. А сейчас они написали «Мы доехали в Киев за 6 часов! 6, Карл! 6 вместо 9 дней!» Это действительно класс. Расскажите, какие интересные достопримечательности видели? Мельница? Да, наверное, самое первое. Это такое необычное, очень интересное. В деревне Луполова, что на берегу Южного Буга, старинная мельница. Громадная мельница постройки 1901 года, которая, в принципе, стояла целой до 1980 какого-то года, потом она сгорела. Это такое монументальное громадное здание, построенное более 100 лет назад. Очень прикольно, на берегу. Чем бы вы любовались? Остатками мельницы, получается? Вы знаете, из нее можно прекрасно сделать гостиницу, отельный комплекс. Она очень красивая, там 4 этажа, она в состоянии буквально остеклить, положить сверху крышу и все. И обустроить территорию. Она реально на берегу реки. Да, то есть очень красиво, там есть каменный пирс. Действительно фантастика. Для нас это был просто переворот сознания, когда мы увидели вот этот объект. Это наши, нашли, кстати, операторы. Да, которые ездили там, они снимали нас с разных ракурсов, там в трех километрах от дороги где-то прятались, мы их даже не видели. На самом деле, трасса Е-95, которую очень многие, знаете, так, как самолет проскакивает в автомобиле, либо видят из окна рейсового автобуса, она очень красиво и живописная. Огромное количество запахов, цветов, птицы поют. А озер, вы не представляете, какое количество озер идет вдоль этой трассы, где можно искупаться, просто посидеть, отдохнуть. Она очень живописная, это прекрасный маршрут, не только беговой, но и просто туристический. Но, к сожалению, за развитие, прежде всего, туристической инфраструктуры, там вот, например, негде останавливаться, негде нормально поесть и так далее. Мы бы очень хотели, чтобы такие маршруты, тем более знаковые из Киева в Одессу, на юг, они были бы доступны для... И люди бы просто путешествовали по них, как знаменитая есть тропа пилигримов в Испании, которая длится 800 километров и идет прямо к океану. Люди каждый год там путешествуют, и это, в свою очередь, это приток инвестиций в локальный бизнес, это изменение мировоззрения жителей на туристов, которые побегают. Потому что, честно говоря, мы выглядели, как инопланетяне в этих селах, там, в облегающих тайцах. Один мужчина подошел к нам, такой спросил, а что цена у вас такая... Это гольфы, это компрессионные гольфы просто, вот. И написано «Юкрейн», то есть без них мы бы просто не добежали. Но вот сам вид вот этих инопланетян, как бы, он многих приводил такой замечательный. То есть за несколько дней вы уже местными знаменитостями стали? В том же Луполова, вот мы в прошлом году так получилось, что мы там за два километра до деревни попали под дождь, промокли. Деревня в долине, мы спускаемся, и в принципе нет ничего, просто такое старое советское кафе, построенное там 1970-го какого-то года, оно уже, ну вот с виду оно мертвое, оно не работает. Давай попробуем, заходим открыто, то есть там есть женщина. Да, это чистый Советский Союз такой, ух. Мы говорим, а покушать можно? Да, можно. Нас суперски накормили за смешные деньги. В этом году мы принципиально спускаемся, заходим в это кафе. Эта же женщина, шикарно нас накормили. Эти же блюда. Ничего не меняют. Нет, блюда были другими. Одна женщина умудряется накормить пять человек в течение 30 минут, полностью приготовив все с нуля. Ребята, это образец обслуживания, которое просто надо брать за, ну я не знаю, за стандарты. И это фантастика. Это настоящие продукты, это блинчики желтого цвета. Из домашних яиц. Из домашних яиц. Вы помните, да, такую штуку? Вот, это живая зелень, сорванная тут же с огорода. Ну да, то есть она так с кухни вышла, чик нарвала лука. Как прекрасно. Мы начали говорить благотворительные акции, закончили говорить блинчиками. Да, едой. Ну рано или поздно смотреть в еде. А дело в том, что мы не завтракали, поэтому давайте лучше, но времени, к сожалению, не очень много, поговорим о ваших планах, предстоящих каких-то идеях. То есть вот кроме этой акции, какие еще акции планируются? Смотрите, ну тема, ну вообще на Западе очень развита тема фандрайзинга, бегового фандрайзинга и бегового благотворительности. То есть люди бегают ради какой-то некой идеи, и на них другие люди жертвуют. Да, то есть тем самым привлекая внимание к некой проблеме и освещая ее, привлекая деньги. Здесь наш следующий проект, который начнется буквально через минут 20. Вот мы выйдем из этой студии, и мы пойдем сразу же в Манеж Одесский. Мы бы очень хотели на него посмотреть, потому что в рамках нашего проекта мы ездим по... Мы стараемся снимать все объекты спортивной инфраструктуры, и мы знаем, что он в убитом состоянии. Но не переживайте, не только в Одессе он в убитом состоянии ездить в другие города. Мы бы очень хотели, чтобы люди, чтобы посредством наших интервью, наших видео, наших обращений, люди-меценаты обращали внимание на такие объекты, восстанавливали их, потому что это не только объекты спортивной инфраструктуры. Это место, скажем так, такого urban community, где собираются люди, общаются, и это очень действительно классно. Поэтому если люди размером мышления, например, как Иван Одан, либо какие-то еще другие люди могут обратить внимание на стадионы, на Манеж, то мы бы были очень рады привлечь к этому внимание. Поэтому выходим отсюда и сразу идем туда, в Манеж. А в следующем году сделаем традиционный забег Wings for Life World Run и Prankyiv, который в том числе... Ну, это название украинского забега, но Одесса тоже входит в этот забег, поддержку фонда, занимающийся проблемами, связанными с травмой спинного мозга. Ну и, конечно, повторим в следующем году наш забег, бежим в Одессу, 500 км, присоединяйтесь. Вот, найдем тему благотворительности, обязательно присоединяйтесь, друзья. Спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам, спасибо за вашу бурную деятельность и за такие благородные цели. Я напомню, что сегодня в гостях у нас были Игорь Кретов и Григорий Сундук, ультрамарафонцы, которые пробежали 500 км из Киева в Одессу. Ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о новостях спорта. Поговорим о новостях спорта, но я предлагаю поговорить о них сразу же после рекламной паузы. Хорошо? Договорились. Все, не переключаемся. Продолжение следует...